Всем привет! Какое-то время меня не было, прошел у меня мой день варенья, поэтому был немножко занят. То есть, что-то как-то не было особо настроения на обзоры. Вот, в связи с чем, хочу сказать вам такой момент, что, видимо, на время летних каникул, на время летних отпусков, наверное, мой канал перейдет немножко на такой диетический, на такой диетический порции подачи информации и, в принципе, диетические такие порции обзоров. Попробовал я по вашим многочисленным просьбам сделать обзоры по одному в день лучше, чем раз в неделю 3-4 видео. Но, видимо, из-за того, что все в отпусках, особо некому времени смотреть, поэтому от того, что я заливаю каждый день, в принципе, и комментариев особо я не вижу и все остальное, хотя, вроде бы, темы вполне интересны. Поэтому я думаю, что теперь мы будем выкладываться, ну, какое-то время я буду выкладываться либо 2 раза в неделю, ну, максимум 3, наверное, не больше. Не будет больше видео каждый день. Осенью посмотрим. Сегодня же я вам хотел рассказать про, ну, скажем так, достаточно интересный нож от компании Spider-Con, но интересен он исключительно только своими материалами. Речь сегодня пойдет о Spider-Con Domino Blue, Blue Wave, точнее. Я лично для себя достаточно давно похоронил компанию Spider-Con. Давно меня, ну, как бы, и дизайны их, ножи их особо не цепляют. Вот, ну, на самом деле. Этот нож не исключение, но хотя бы здесь мы видим какие-то новшества, какие-то новые интересные материалы. Данный нож на обзор мне предоставил мой товарищ Евгений, который, к сожалению, теперь этот нож тоже продает. Продает он в связи с тем, что нож оказался несколько меньше, чем себе Евгений представлял, там, грубо говоря, распечатав его в реальном размере на бумаге. Нож все-таки оказался немного другим. В руку ложится отлично, но немного не то. Значит, что мы с вами здесь имеем? Значит, это вещь чудесная, стоит США 200 долларов, но, к сожалению, теперь их не так просто найти. Найти можно, но не так просто. Значит, это у нас флиппер, по-моему, второй всего флиппер от Spider-Con. Да, первый флиппер у нас был Брэд Саузард. Тоже такой неоднозначный нож. Вот, ну и, в принципе, имеем мы стандартный спайдеровский клинок со Spider-Hall'ом и, в принципе, достаточно удобную рукоять с ЧОЭЛ'ом. Давайте поговорим немножко о материалах. Вы видите, вот этот вот материал. Это интересный композит, такой, ну, комби-карбон я бы его назвал. Это комбинация карбона с синим G10. При моем вот этом ярком свете я не уверен, что вы можете разглядеть вот эти синие, хотя, думаю, должны, вот, в общем, при определенном освещении, или синие вот эти полоски. Материал очень приятный, но на ощупь он скорее как G10, нежели чем карбон. Нож, на самом деле, небольшой. Длина клинка у нас здесь тоже сравнительно небольшая. Длина клинка у нас с вами здесь 7,95. 7 сантиметров, скажем так, 79,5 миллиметров. Но режущая кромка у нас здесь с вами 73,5 миллиметров. 6 миллиметров теряется за счет вот этого чойла. В обуви у нас здесь с вами добрых 3 миллиметра. Сталь у нас с вами здесь, обратите внимание, CTX, XHP. Я думаю, всем видно. Мне понравилась сталь, в принципе, сама по себе. Я регриндил несколько реконов из этой стали складных. Мне очень понравилось. В одном из своих роликов я даже строгал ресору этой сталью и очень легко выправил остроту, даже без помощи каких-то там ультрафайнов, файнов, просто на пасти. Значит, у нас, вернемся, да? На фрейме здесь у нас фреймлок. Здесь у нас с вами титан. Титан у нас здесь с вами чуть-чуть stone... Ну, не чуть-чуть, он stonewashed, плюс он немного обработан кислотой, поэтому такой более темный. На клиночке у нас здесь с вами сатин, тройной клин, достаточно широкий. Единственное, что сразу сделал Евгений, он полировал клипс, потому что клипса здесь была черная, вот ни к селу, ни к городу. Теперь хоть, ну, как-то вот нож вот с этой стороны хоть немножко гармонирует, потому что до этого, ну, как-то было не очень. Кстати, по поводу вот этой вот проблемы с видео, некоторые жаловались, сегодня же поеду поменяю салфетку, сегодня есть время, нужно заменить вот это, потому что, ну, я пересмотрел часть своих видео, и действительно фокус все время фокусируется на ней. Поэтому, кстати, если у кого есть какие еще пожелания, замечания, буду рад выслушать, именно такие конструктивные. Не то, что там, ты плохо говоришь или еще что-то, а на самом деле именно такие конструктивные по улучшению контента и видео. Данное чудо стоит в Америке 200 добрых долларов, ну, поэтому, скажем так, выбирая между этим и Осборном от Benchmade с 90-й сталью по аналогичной цене, я бы, наверное, выбрал все-таки Benchmade. Но, как говорят, на вкус и цвет фломастеры разный, нож неплох, у ножа достаточно небольшой вес, это 4,1 унция, это примерно 114 граммов. Используется здесь у нас с вами подшипничек, неплохо выстреливает, честно скажу, неплохо. Ну, вот я на самом деле до того, как подержал в руках вот этот оригинал, у меня на канале, по-моему, как-то был китайский домино цельно-титановый. Ну, там флип был примерно такой же, только там более песочный, потому что там прям по титану подшипник гулял. Вот, поэтому вот такой вот небольшой малыш, я думаю, что свою аудиторию он обязательно найдет, учитывая, что клипсы у нас здесь переставляемые на 4 стороны, там, как хочешь можешь его ставить. Материал мне очень нравится, приятный. Кстати, кто не знает, такой материал можно раздобыть в магазине Knifemaking Crew у Гены Баргулина. Ну, это на самом деле не реклама, просто я сам делаю ножи и люблю заниматься кастомизацией. Я могу сказать, что вот в этом магазине есть очень многое, просто, ну, и очень отзывчивые ребята. Поэтому я вам рекомендую, кто ищет какие интересные материалы, там всегда присмотреться. Кстати, еще интересный момент, что на фрейме у нас здесь с вами, я так понимаю, прикручена стальная пластинка, да, что это вместо сухаря стального такая вот стальная пластинка на титан накрученный. Вот там вот мы видим с вами винтики. Мы видим с вами, что титановые лайнеры у нас с вами скелетизированы, сам фрейм не скелетизирован. Все держится на боночках, ну и в целом нож неплох. Но я абсолютно не понимаю вообще, почему, почему, скажите мне, самые дорогие ножи спайдерка делаются вот в этом чудном месте. Ну, фокус. Тайчунг, Тайвань. Почему, как бы, ну, Тайвань это остров рядом с Китаем, да, и Китай сам не признает его независимость. Что Китай считает, что это все-таки Китай. Говорят там тоже по-китайски. Почему ножи, произведенные в Тайчунге, стоят дороже, чем ножи, произведенные в Америке, да, где зажравшиеся люди, которые не хотят работать задешево. Вот почему, я никак не пойму. Ножи Cold Steel из аналогичной стали стоят там 99 баксов вполне, при том, что они тоже сделаны на Тайване, из той же самой стали, еще и с DLC покрытием. Почему, я не понимаю. Самый дорогий нож. Брэд Саузард, Флиппер тоже в Тайчунге. Еще там были какие-то ножи. И у них всегда какой-то конский непонятный ценник. Ну, скажем так, вот такое вот у меня мнение о компании Спайдерка. Но, в принципе, из всего ножа мне очень порадовал материал. И, кстати, вот у Гены Брагулина такой есть. И я очень хочу себе куда-нибудь такой материал на какой-нибудь нож поставить. Вот. Наверное, на этом и все. Потому что, собственно, мне больше про этот нож рассказать вам нечего. Сегодня у нас жарковато, душновато, влажность большая. Вот. Поэтому отправлюсь, наверное, к нашему партнеру Фениксу. Возьму что-нибудь у них новое на обзор. И буду потихонечку вам выкладывать. На этом все. Всем спасибо. Пока. Всем хороших отпусков. Субтитры сделал DimaTorzok